И всем привет, ребят, с вами Мстербанка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике И сегодня у нас появилась долгожданная новость в нашей игре, связанная с киберспортивным танкофондом Та самая новость, которая должна была выйти вчера, в четверг, но в связи с тем, что у нас были в игре технические неполадки, дедосы и прочая ерунда Эту новость не выкатили и она появляется лишь сегодня, в пятницу с утра Также у нас появился список обновлений, сегодня обо всем этом мы по порядку пройдемся, рассмотрим и также рассмотрим киберспортивный танкофонд в виде его 20 уровней Посмотрим, что же там будет на самом деле, обсудим это дело, ну и конечно же я выскажу свою точку зрения Если вам нравится подобного рода видос, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, ну и также не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг на него не подписаны Начинаем с танкофонда Уже в понедельник, 14 ноября, станут известен список 16 команд, которые будут сражаться за 8 мест в финальном этапе, где определится судьба реального денежного приза размером 380 тысяч рублей Уникальных красок и модульных резистов В этот раз танкофонд подготовил 20 уровней и этот танкофонд продлится с 15 ноября по 18 декабря Соответственно наш танкофонд стартует уже получается с вторника следующей недели и продлится аж больше одного месяца Безумно много, правда? В этом танкофонде будет следующее спецпредложение Спецпредложение за 1000 танкоинов, которое включает в себя 300 всех припасов, 1 ядерную энергию и 300 батареек По сути, это, ну, дефолтная, наверное, дефолтная спецуха, которая как раз-таки приурочена к тому, чтобы просто поучаствовать в танкофонде Спецуха за 6000, я понимаю, танкоинов с 45 ультраконтейнерами, 130 тысяч кристаллами и вот такими красками Ну, неплохо, наверное И также комплект за, наверное, 15 тысяч, хотя не знаю, сколько он стоит, может он даже 20 будет стоить тысяч Комплект со 150 ультраконтейнерами, тремя ядерками и как раз-таки дополнительными эффектами выстрелов При этом всё, в нашем танкофонде будет разыгрываться по 8 тысяч танкоинов И, наверное, нет, всё-таки не 8 здесь должно быть Здесь должно быть не 8, здесь должно быть чуточку меньше Потому что 8 тысяч у нас будет в том случае, если у нас не будет как раз-таки распределения на киберспорт На киберспорт 10% уходит, поэтому там не по 8 тысяч А, с каждой 8 тысяч танкоин в фонде количество победителей разыгрыш увеличивается на 1 А, всё, понял, тогда всё правильно, да А разыграно будет всё это дело на, получается, 7 тысяч с копейками там будет Специальный сайт также есть, где видны все призы Ну и давайте по ним пройдёмся вместе с вами 1 миллион ядерная энергия, 2 миллиона 15 контейнеров 3 миллиона и ещё 15 контейнеров 4 миллиона слот 5 миллионов 15 ультраконтов 6 миллионов и ещё 15 ультраконтов 7 скин-контейнер 8 обездвиживающие боеголовки на страйкер Рельса с подавляющими снарядами на девятом На 10 миллионах у нас изида с вампиризмом На 11 миллионах подавляющие снаряды на смоку На 12 миллионах пульсарчик на смоку На 13 миллионах твинс бластер На 14 миллионов урановые снаряды на скорпион Новое устройство Ну и тут есть тоже, конечно же, новое устройство Но я имею ввиду, что это будет, наверное, интересное устройство 15 миллионов скин-контейнер 16 миллионов пульсар на твинс 17 миллионов дрон-кризис 18 миллионов броненосец 19 миллионов адаптивная перезарядка на гром Но почему-то здесь у нас выглядит подавление на гром Но я так понимаю, что это просто неправильная картинка На самом деле здесь она должна быть другая И на 20 миллионов Tesla Legacy Новая Tesla, которая уже появилась в нашей игре Которую можно уже рассмотреть Но в моем понимании, конечно, Tesla Legacy не существует Потому что это не старая пушка, не старый скин И для меня не совсем понятно, почему эта Tesla Legacy появляется Вот если бы вместо Tesla Legacy был бы фриз Вот я был бы намного-намного больше рад В целом, что я могу сказать Призы Ну, наверное, не супер однозначные Да, есть интересные новые устройства Которых у меня нету на аккаунте Пульсары на Twins на Смоку Урановые снаряды на Скорпион На гром адаптивная перезарядка В принципе, как я и планировал Акцент у разработчиков сделал На новые На новые Устройства Но что-то мне подсказывает Что в этом танкофанде Не наберется тех безумных цифр Которые были у нас в прошлом году Мне что-то вот так вот внутри подсказывает Но мы, конечно, будем за этим всем делом следить Посмотрим Посмотрим, докуда мы сумеем долететь Два скин-конта, это круто По 30 контов сверху тоже сладко За 1000 танкоинов Получить все это дело было бы Очень и очень неплохо Ну, а что касаемо броникой кризиса То, в принципе, за предыдущий танкофонд Киберспортивный Который был летом Уже многие на свой аккаунт это получили Но за 1000 танкоинов Сверху еще что-то формануть Это, конечно, всегда приятно Не добавили у нас Защитного модуля от Хаус Урона О котором я говорил И который я в теории предполагал Но в целом, наверное, особо сильно Ситуация не поменялась Интересно Я думаю, что танкофонд получится Но Сколько он наберет? Сколько он наберет? Давайте я вангану 30 дней Больше 30 дней Давайте я вангану Давайте я вангану 15 15 Давайте я скажу 15 Пусть будет это что-то среднее 15 миллионов Да, то есть я Учитываю тот факт, что сейчас у нас проходит ДДОС атаки Да, и то, что Большое количество игроков Не может нормально поиграть в нашу игру Да, надеюсь, что эти, конечно, все проблемы решатся В ближайшее время Но все равно, да Есть конкретная проблема Которую надо как-то решать И пока эта проблема не решена Танкофонд, ну, не будет супер актуальным Да, если проблема решится То, возможно, она повлияет в плюс на танкофонд И актуальность его будет еще выше Но пока что я ставлю на 15 15 миллионов Ставлю на пятнашку Ну и список обновлений Список очень короткий В ультраконтак появился гром магнетрончик Статус эффект Как раз таки Отключает расходку На Теслу поменяли опять Все устройства со статус эффектами Оглушение Теперь накладывает Ну, короче, тут можно, в принципе Наверное, даже и не проходить по всем этим устройствам Особо сильно, наверное, они там не поменялись Только радиус Радиус стал по 12 метров от взрыва Я не знаю, сколько он был до этого Но, скорее всего, это буст как раз таки Теслы Рельса с гиперпространственными снарядами Теперь у нас не долго разжигается То есть теперь она стала круче Крусейдер сила удара занерфлена в 10 раз Исправлены определенные баги И скин викинга теперь визуально тоже габаритами Выглядит как стандартный дефолтный викинг А не как хантер Также для всех скинов Легаси отключено отглаживание текстур Я, кстати, сейчас это уже прочувствовал на себе И, ну, не знаю Мне лично не особо зашла эта тема Как до этого выглядели эти скины Мне лично больше нравилось Пишите, что вы думаете по поводу танкованда Обязательно Я бы хотел услышать вашу точку зрения По этому всему поводу Как вы думаете, до скольки миллионов он дойдет? В целом, ну, такой, знаете, интересный танкофондик Но вот эта вот ситуация с дедосом Она меня сейчас очень сильно расстраивает Очень сильно тильтует, да? И я очень сильно надеюсь, что в ближайшее время Все это дело у нас решится И игра станет полноценно функционировать Потому что если в моей голове есть проблемы Какие-то определенные, да? Связанные, я имею в виду, именно с игрой, да? Не у меня в голове проблемы И при этом всем у нас Стартует киберспортивный танкофонд То, понятное дело, что у многих будет Сомнительное ощущение и мнение По вложениям в этот замечательный танкофондик И ивент в целом Поэтому пишите, что вы думаете По этому всему поводу Обязательно не забывайте поддерживать Данный видеоролик лайка Подписываться на канал Если вы еще вдруг на него не подписаны Ну и также, конечно же Не забывать про тег создателя контента Который находится в настройках игры В аккаунте, кемо личный так это тактимп Устанавливайте его, поддерживайте меня И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов И на 20 тысяч танкоинов У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok